Это будет супер-битва, походу. Ну, ему уже лучше, да? Принёс вот вам... Я заметил, что его рубашки порвались, когда... Ну, ты поняла. Где ты это взял? Это одежда Тэна. Он носил её, когда только прибыл сюда. Думаю, Эй Джей, она понадобится. Как он? Ну, получше. Жара уже нету. Спасибо, что принёс его. Да не за что. Значит, у нас снова есть теплица и бомбы. Это была идея Митча. Я так и понял. Вайлетс говорит, что мы начнём подготовку утром. Хорошо. Похоже, все они согласны принять вас обратно. Ну, во всяком случае, на время. Хорошо, я просто хотел, чтобы они нас простили. Я только сказал, что они не против, чтобы вы остались. Но это не значит, что они снова хотят с вами подружиться. Значит, остальные не против, а сам ты что думаешь? Оставайтесь, пока он поправляется. А потом что? Не знаю, Клементина. Клем? Привет, малыш. Как себя чувствуешь? Да лучше, но всё ещё болит. Знаю. Привет, Луис. Привет, малой. Я скучал по тебе. Мы снова друзья? Выспись хорошенько, хорошо? Ух, напряжённая ситуация. Луис? Я скучала по тебе. Я тоже по тебе скучал. Спокойной ночи. Я больше не злюсь на него, а ты? Он был рядом, когда... Да, я никогда на него не злюсь. Я понимаю, почему он так поступил, почему хотел, чтобы мы ушли. Ну, ах, я тоже. Давай-ка посмотрим, что нам принёс Луис. А потом ляжем спать. Долгий был денёк. Одежда для Эл-Джея, смотрите. В ней хоть поменьше дырок оттуда. Джеймс добрый, но мне не нравится спать на земле. Мне тоже. Согласен. На земле спать это, конечно. Смотрите, нам предлагают, кстати, выбор. Ух ты! Так, смотрите. Показать Эл-Джея футболку с диско-брокколи. Спортивную форму Эриксона. Футболку с псом-учёным. Брокколи, ребят. О, смотри, это же диско-брокколи, его друг. Хотел бы я посмотреть с тобой этот мультик? Да я тоже. Погоди, а чтобы взять, вот на тебе. На, и пойдёт. Не наденешь, как станет получше, ладно? Да. Пора спать. А свет мешает заснуть. Я скоро задаю свечу. Я могу лечь спать, конечно же. Ну, смотрите. А, мы можем постоянно менять ему форму, это понятно. Всё. Это для этого, видимо, и было сделано. Положить гриб. Ух ты, есть. Интересно, сколько он простоит. Положить череп в бепре. Крутяк. Так, погоди, погоди. Мы же, по-моему, ещё что-то взяли, нет? Как вы думаете? Выйти мы не можем. Здесь ничего нету. Да всё, по-моему, да? А, положить мухоловку. Я помню, что... А-а-а. Хитрецы. Прикольная тема, кстати, мухоловка. Ладно, спать, поехали. Спокойной ночи. Крепко спи. Ходячим руку. Ага. А если они рядом? Бам. Бам. Да. Клементина. Уже утро? Серьёзно? Время идёт. Смотрите, они готовятся. Сколько суток прошло? Это вторые сутки. Третьи сутки. Он вообще кушает, интересно. Две недели спустя? А, я только три дня? Ну ладно. Что это было? Офигеть, они там понастроили, а? Что? Эй, джей? Где ты? Так мне дают походить, да? Найдите Эй Джея. По-моему, это уже... Это сон, скорее всего. Мне кажется, это всё-таки сон. А, нет, смотрите, он надел её, да? Он надел. Ну ладно. Ну ладно, тогда выходим отсюда. Ух тыщ! Это сто процентов сон. Но к чему он? Я слышу ещё детский плач. Там тупик был у нас, да? О, смотрите, да, да, тупик. Мы туда не пойдём, там уже, по-моему, ничего не осталось. Ну давайте за лошадью идём туда. Ух ты, Эй Джей? Там стреляют. Слушайте, мне кажется, она спит, и это всё началось, типа. Эй Джей. Кошмарный сон. Ты переснился в кошмар. Тот же, что и раньше. О том, что случилось на ранчо. Я в норме. Дай мне минутку. Я, кстати, даже не знаю, что на ранчо случилось. Что там у тебя? Тоже кошмар мучает? В последнее время они тебя часто снятся. Мне так спокойнее, когда я сплю. Я не сплю. Не хочу больше спать никогда. Наверняка продержусь... Дней 18, если постараюсь. Что-то я сомневаюсь. Невозможно обходиться без сна дольше, нескольких дней. Значит, я буду первым. Если бы нам грозила бы опасность, я бы сумел. Ах ты, у нас еще болит у него, да? Ну давай, помогу тебе лечь с постель. Нет. Не надо вечно обо мне заботиться. Ты всегда говоришь, терпи. Вот я и терплю. Ты говоришь, будь сильным. Я им и стану. Я учил тебя быть сильным, а не глупым. Я не глупый. Отмахиваться от людей, которые пытаются тебе помочь, это глупо. Пожалуйста, не называй меня глупым. Прости, что тебе пришлось так стараться. Стараться искупить меня. Я буду больше тебе помогать. Чтобы тебе не нужно было вовсе делать самой. Ты куда? В патруль. Патруль. Искать опасность. Плохих людей. Монстров. Не исключено, а там темно и опасно. Ну, в общем... Что-то я устал, я лучше бы останусь. Вот-вот. Что такое? Можно... Можно... Мне поспать с тобой. Ну, как... Когда я был маленьким. Конечно, залезай. Мне не страшно, я просто устал. Ничего удивительного. Увидим, что он тебе понадобится. Эй-Джей? Эй-Джей? Что? Ты все еще маленький. Да, знаю. Ты как, малыш, готова поработать? От кошмаров, я только больше устаю. Я тоже. В твоей кровати мне спалось лучше. Не, моя очередь стоять в дозоре. У меня есть другие дела. Это какие? Никакие, просто кое-что важное. Блин, Луис, подойди к делу, серьезно, хоть раз в жизни. Уже сколько гривеных дней подхожу, серьезно? Почти две недели. Все так и делают. Возьми себя в руки. Привет. Лили, я беру давно бы пора нагрянуть. Интересно, почему они медлят? Не знаю. Раньше я переживала, что мы не успеем подготовиться, а теперь приходится ждать, и всех это бесит. Помощь нужна? Ну, кстати, нужна. Можешь проведать народ, убедиться, что никто не тупит? Конечно, без проблем. Спасибо, Клэм. Пойду заколочу задний коридор, раз уж Луис отказался помогать. Ну да. Ну что, давайте посмотрим, кстати. Видите? Помогите всем подготовиться. Взглянуть на граффити. Четко, ясно? Go away. Go away. Так, кстати, у нас тут еще что-то есть. Ух ты, взглянуть на флагштоп. Упорно не хочется отдавать ему честь. Ух ты, голова на пике. Так, может быть, с этими ребятами сначала пообщаться? О, поговорить. Как думаешь, когда они придут, а с ними будут Софьи и Милли? Не знаю, может быть. Я в дозоре, Клэм, ищу опасность. Как в патруле. Нет, Клэм, в дозоре это совсем другое. Чем он отличается? Ходить не надо? А, точно. Мы поговорили с Джеймом и Теном. А, ну нам, видимо, со всеми надо пообщаться. Ух ты, взглянуть на груду голов? Ужас. О, да. У них, видите, Live or Die. Описано. Говорит с Митчем. Что делаешь? Испытываю. Хочу узнать, сработает ли бомба. Эта мелочь никого не убьет. Просто... Лучше бы ей загореться. Весь наш план крутится в какой-то мелочи. Если они прорвутся внутрь, поджигая бомбу, пока я буду передвинять... Типа того. Фразочка с одной из наших дурацких мотивирующих плакатов. Раньше они тут были повсюду. Я сорвал их все, чтобы этот бардак только начался, как только. О, нет. Грасс. О, ты нет. Не поможешь? У меня руки отваливаются после целого дня. Возьми с этим. Давайте, Кьюшка, поехали. Отойди-ка. Ах. Если не работает, попробуй снова. Уверена, у тебя получится. Попробуй еще разок. Времени в обрез. Никогда. Некогда мне играть в ученого и втыгать, почему это не работает. Ну, я разберусь просто. Мне нужно время. Побыть одному, подумайте. Поняла, не буду тебе мешать. Но все равно спасибо за помощь. Вы помогли Митчу с бомбой. Ух ты, там кто-то тренируется. Луис, погодите. Там ухо. Там еще что-то есть. Так, а здесь, кстати, собачка. Слушайте, а как вы думаете, с собакой можно как-то что-то взаимодействовать? Да, смотри. Она все еще... Она лежит здесь и лежит, представляете? Это я смог... Подождите, нет. Говорит с Розе. Розе, что ты делаешь? Ко мне, девочка. Умница. Что в таких случаях делал Мару? Розе запомнила это, смотрите. Возможно, это пригодится. Может, она спасет жизнь? Может такое быть? Да. Плюнуть? Не, ну это уж... А если просто взглянуть? Надеюсь, там очень красиво вроде. Где бы ты ни была. Так, ладно. У нас тут еще есть кое-что. Извините. О, погодите, что это? Не смартин. Спасибо, что всех защитили. Да, мисс Мартин, да. Взглянуть на развалины? Ничего полезного не осталось. Интересно, его пытались отстроить после пожара? Да уж. А я могу туда и зайти, да? Смотрите. Нет, меня не пускают. На баррикаду взглянуть. Похоже, школа готова к войне. Что такое? Через пару недель или дней, или часов на нас могут напасть рейдеры, спалят школу и убьют, или угонят нас в рабство. И уже будет неважно, как хреново я с ним обращаюсь. Рейдеры ничего не спалят и никого не угонят. Мы их остановим. Говоришь, прям как Марлон. Ну, о драках он говорил маловато, просто он тоже старался всех подбодрить. Годами я только не делал, что отравил тупые шутки и играл в тупые игры, пока мой лучший друг тащил на себе время ответственности. Принимал сложные решения, не спал ночами. А потом и вовсе получил пулю в голову. Я нифига не сделал. И потом, когда ты пытаешься объяснить, кто он такой, и Джей застрелил его, и всем во всем винил вас. Я прощаю тебя, Луис. Я понимаю, почему ты это сделал. Я не злюсь на тебя. Он был моим лучшим другом, почти братом, но он делал страшные вещи. Ну, держи. А ты уверен? Он же принадлежал Марвену. Она принадлежала, и он защищал школу пока, пока не перестал. Давай, попробуй. Теперь он наш. Лук Марлана. Вон туда, если можно. Давай. Я с удовольствием. Если мне еще объяснят, как стрелять, я буду... Кстати, мне я буду ржать над каждым твоим промахом. Ну что? Погоди. А как прицелиться-то? А, удерживайте, чтобы прицелиться, нажмите... Ну смотри, я тебе показываю, как надо. Я попал! Погодите, он прикалывается, что ли? Да ладно, там вот, кстати, есть отметки. Я уже пострелял, неплохо. Фига? Напомни мне, не доводи тебя, когда я буду от тебя средней дистанции, и на моей груди появится огромный красный мишень. Захочешь вернуться и еще пострелять? Ты только скажи, ладно? Договорились. Не, я, кстати, попадал, значит. Клем, спасибо тебе за все. Вы потренировались с Луисом. А где все остальные-то? Поговорите с Вайлиц. Коридор перекрыт, как все. Как все. Нормально или тут у них все валится из рук? Они готовы, они стараются. Но они стараются. Если честно, то идеала им далеко. Но они стараются делать все, что могут. Старание не спасут их от похищения. Старание не остановит рейдеров, которые придут сжигать наш дом. Боже, Клем, никто уже не выдает награды за участие с тех пор, как ходячие начали жрать людей. Потому что ты зануда, и идеи у тебя дурацкие. А это у меня идеи дурацкие, что ты несешь какую-то фигню из себя бы послушал. Эй, ребят, что за фигня? Вайлиц сказала, что мы вместе делали ловушки, но Асим вообще меня не слушает. Это не значит, что нужно орать друг на друга, да не суйся. У меня идея, набить вещь, мешки, кирпичами. Если рейдеры заберутся в здание администрации, мы скинем на них. А этот Вилли хочет подвезти издорвенное бревно на веревках. Оно вынесет одного рейдера от силы. Ведешь себя как ребенок. Я не буду в это везти, я не буду в это везти. Помогай, не спорь. Будем действовать вместе. Никаких «но» так и практичные. Моя тоже практичная. Ошибаешься. Такую чушь мог придумать только ребенок. Особенно маленький, который не врубается, что его ждет. О-о-о-о. Какого фига? Эй, чувак, ты как? Живой? Господи, когда мы тут друг друга поубиваем до прихода рейдеров? Да что нам нужно? Это какая-то раздрикдить обстановку. Эй, дружище, как делище? Отвян, чувак. Гордое одиночество не поможет нам победить рейдеров или развеселить твою кислую рожь? Чем дальше, тем больше ты меня бесишь. Тем не менее, я придумал план, от которого всем разом полегчает. И этот план... Игра. Опять? Давай, пошли играть. Ну хорошо, хорошо, иду. Мы уже несколько недель, ни во что не играли. После того раза. Ну, если ты вдруг хочешь сходить за Руби, я могу подождать. На, закнись, чувак, я... Ты клянусь, ты запал на Руби? А во что будем играть-то? Я и правду... Или... Правду или вызов? Я правду или вызов не играю, скажу. А, в этой версии тянем по карте. У кого старше, это спрашивает. А у кого младше, отвечает. Прикольная идея, кстати, идея. Так, поехали. О, я просто вытащил, мне... Ну, все понятно. А, сейчас поугараем. Так. Правда. Выйдешь замуж или убьешь? Ладно. Выйдешь замуж или убьешь? Варианты. Руби, Асим или Джеймс, который спас тебя? Ну, капец. Надо отвечать правилам, они такие. Дайте подумать, я выйду за... Офигеть, Асим, нет. Джеймса. Он такой таинственный? Забавно, я совсем по-другому говорю. Жуткий. Ну, так же, вроде бы говорил, что он носит кожу, человеческую кожу. Сердцу не прикажешь, Клем. Я... Так, парень. Ой, ну так нечестно. Асима. Вау, это вау, прям как-то неловко. Не думаю, что ты в его вкусе. А ну, посадись. Значит, ты... Обалдеть! Руби, ого, бедная Руби. Бедная Руби, у тебя было доброе сердце. Асим так хотел на тебе жениться, чтоб тебя, Луис. А, так здорово, мы смеемся, становимся. Куда приятнее, чем думать о жаждущей крови негодяя, которые хотят нас уохитить. Кто тебя только за язык дотянул? До второй раунд. Так. Теперь я буду задавать вопросы, да, как-то, видимо. Ну да, я не выиграла. А, бедная Сим проиграл. По-любому вызов. Ой, ладненько, валяй. Иди поцелуй ходячего, попроси Руби поцеловать тебя. О, ты должен попросить Руби поцеловать тебя. Серьезно? Самый обоснованный вызов? О, блин. Ну что ж, сегодня мы узнали много интересного о наших друге Асиме. В частности, он что, романтик из него никакой. Да, ловите заткнись. Не зевать, ребятишки. Мы продолжаем. Что? Ладно, давайте, я хочу узнать, что там дальше будет. О, опять отвечать мне, да? Придумал. Мы здорово набросились на беднягу Асима, подкалывали его. Нужно найти новую жертву, которую мы будем терзать вопросами о беззаветной любви. Итак, Клем. Есть тут кто-нибудь, кто тебе прям нравится сильно? Серьезно? Нравится? Шесть лет? Ну что ж, вот и наш ответ. Клем никого ничего не любит. Погодите. Погодите. Ну что за бред? Теперь я тебе... А Асим у тебя старшая карта, а младшая у... Теннесси. Скажи то, что ты никогда никому не говорил, потому что боялся, что тебя... Не бойся. Я... Я думаю... Я думаю, что ходящие когда-нибудь исчезнуты, их просто не станет. История развивается циклически, так? Ледниковый период, каменный век и какие-то там еще века. Такие дела, этот век закончится, и начнется какой-то другой. Век без ходячих? Как раньше. Лучше этого. Звучит очень красиво, я никогда об этом не думала. Я never thought of it that way. Я never thought of it that way.